доброго дня уважаемые слушатели школы всеосветной грамоты и гости канала это видео посвящено открытию набора на курс перводорцовый язык первое шипе то есть это курс как раз предназначен для новичков и для тех кто еще только-только начинает изучение всеосветной грамоты здесь соответственно обучение начинается с февраля то есть целый январь идет набор значит обучение вот а пока только на платформе munico если вы хотите этой зимой вот если хотите вконтакте то вконтакте для обучения вконтакте будет набор осуществлен уже летом поэтому сейчас обучение будет только на платформе munico она удобная потому что мы оплата возможно в рассрочку возможно с других стран поэтому систему удобно и там у вас свой личный кабинет тоже как вот в интернет-магазине дальше вот эта программа курса если хотите более подробную программу то соответственно можно в описании в лавке грамоте и найти ссылочки пас оставлю в описании к данному видео то есть что здесь здесь проходим мы изучаем сами основные буквы то есть изучив эти буквы в принципе вторую третью ступень вам уже осваивать ну не то что не обязательно вы дальше самостоятельно можете по этому же принципу уже изучать буквы то есть вам уже в принципе помощник будет не нужен если вы базу здесь возьмете то есть мы рассматриваем здесь все основные буквы которые есть дальше да вот уже например вторая ступень но там уже более сложной и но вы зная простые на базе простых на самостоятельно можете изучить уже более сложные буквы поэтому этот курс такой он очень полезный к нему есть учебное пособие есть букварь как раз он дан по всем этим темам то есть это такой уже очень базовый уже сбалансированный курс и начала да мы рассматриваем основу построения букв что лежит в основе буквы как пишут буквы до их строения рассмотрим как раз раскрывать этимологии да ну основы самые и потом соответственно все базовые буквы здесь рассмотрены список пожалуйста можно здесь увидеть вот дальше как происходит обучение то есть раз в седмицу выкладываются видео урок к нему список вопросов и список материалов для изучения этих вопросов и соответственно вы по своему желанию уже отвечаете либо не отвечать может кому-то просто интересно посмотреть у всех свои системы значит есть две формы обучения то самостоятельно и совместно самостоятельно это вы сами учитесь у вас есть возможность задавать вопросы вот я соответственно по мере возможности да по курсу конечно буду отвечать есть совместная форма то есть учителем то есть со мной То есть, совместно предполагает, по вашему желанию, проверку домашних заданий. Если вы хотите, делайте, хотите, не делайте. Если делаете, то я могу их проверить. Например, на практических занятиях. Здесь их предусмотрено 4, то есть, раз в месяц. Мы, вот онлайн занятия, мы можем посмотреть, разобрать ваши домашние задания, обсудить какие-то вопросы по теме курса, может быть, какие-то моменты непонятны. Я, соответственно, здесь могу дать дополнительное пояснение. То есть, здесь предусмотрено еще занятие в онлайн режиме. Также, вот для совместной формы обучения предусмотрен чат в Телекрам. Доступ к материалу курса чуть длиннее для совместной формы обучения. Это сейчас на следующем слайде мы с вами посмотрим. Поэтому выбирайте, какая форма больше подходит. Вот, самостоятельная или совместная. Совместная стоит дороже, поэтому финансовые возможности у всех разные. Поэтому здесь уже вы определяетесь сами. И вот здесь, соответственно, график набора и обучения. То есть, набор осуществляется до 31 января. То есть, весь январь это набор. Платформа у нас только здесь Муникл. Обучение, то есть, первое занятие уже 2 февраля и заключительно 16-17 мая получается. И у совместной формы обучения здесь еще 4 практики. Но там мы уже с вами договариваемся, в какое вам время удобно, чтобы это было удобно нам встречу организовать. И доступ к курсу при самостоятельной форме обучения до 31 августа. То есть, мы учимся до 17 мая. До 31 августа у вас доступ к материалам есть. Для совместной формы это до 1 ноября. То есть, чуть подольше, да, на 2 месяца. Поэтому, вот, выбирайте, определяйтесь. Если будут вопросы, пожалуйста, можно писать в комментарии, задавать. Можно мне в личные сообщения ВКонтакте писать. Я постараюсь на них ответить. Ну что, спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Да, и пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok